Обход закончили на улице Свердлово, у нас остался вот этот вот еще участок, да, Александр Сергеевич? Проблемный участок, поэтому давайте еще раз озвучим, увидим все проблемы, которые у нас состоят в решении в ближайшие годы и мы должны даже напугать на обходы, что не пришли. Проблема, которая на сегодняшний момент решение, по которой еще нет, никакого не принято, это вот дом 4, дробь 4а, почему-то он был переменован, он там тоже для меня не до конца ясный историк, он сейчас имеет двойный адрес, из него одна часть ремонтирована в хорошем состоянии, там проживает удовольствие, а вот это то криво, а вот по этой части... та часть была квартирного типа, а эта часть, общежития, а эта часть, оно как бы, ну немножко изолировано, да, но привыкает к этому, но это был общежитие. Но он является объектом наследия Московской области, если я не ошибаюсь, и где-то, соответственно, в уговоренном состоянии, где-то подъехали, где-то находится, и перекрытие внутри. А он давно признан объектом, который у нас летит? Давно, с 93-го, да, с 93-го года. Обратились, но он в комплексе, эта фабрика признана объектом, это входят в комплекс фабрика. Ирина Михайловна, ну если согласно документам, с 1 сентября так. А что на втором этаже? Офна открыты, открыты. На втором жилые помещения, а на первом не жилые полностью. И никогда жилыми не было? Там были какие-то... Тут даже не ученые школы были, да? Здесь... Здесь было рабочей молодежи, здесь турбзал. На революцию столовая была здесь. Это вход? Это вход, вот эта межмуническая, если вы туда все равно не отойдете, и лучше туда не отойдете. Внимание того, что личного марша на второй этаж нет. Он не пойдет туда. Правильно, вы не пойдете. Когда к ним здесь сделал экспертизу, мальчики предлагали снимать фильмы, если бы здесь пятьдесят минут по трепетам. Это все веками была школа ФЗУ, вот это здание. ФЗУ. Это фабрично-заводское обучение. То есть с СССР девочек привозили, 15-16-летних. И они здесь жили и обучались, а потом они на самом деле работали по профессии. Качи, придельщики, простильщики, ну и так далее. Это было больше столетия. Потом, уже когда началась, это все перестроено. Здесь спортзал. Согласно постановлению данной части консервировано. Ну и с рекомендациями провести реконструкцию. Все консервировано. Не, а мы в ту часть как зайдем. Вот в этой, то я понимаю более-менее, там она сделана. А его капитали, да? Да. Фасад был сделан в этом году. Кровля плавно перетекла с прошлого до сегодняшнего. Но замена окон, ремонт крылечек. Это было сделано ремонт фасада, отмостки. Соколь. Это было сделано с переходом на данный период времени. А это вот законсервированная часть, о чем идет речь. Конструкция соприкасающей кровли, которая идет оттуда. Это да, то есть если вот эта штука упадет. А она в варенном состоянии уже более 80%. Она потянет с собой, ну ты знаешь, часть здания. Сопряжение двух кровель. Сопряжение двух кровель. Стропильная система вот данной кровли. Данное соприкасающее понимание того, что ее не заменили. Она вот буквально так вот, не дай я тебя уважаю, начнет обвалиться. Она потянет. Владиславович, а экспертное заключение, оно допускает проведение капитального ремонта? Реконструкцию. Но внутри здания, да, можно делать все, что у меня. То есть несущие стены. Мы не трогаем. А вот эта часть тоже культурное наследие? Вот, смотрите. Этот весь объект. Этот весь объект. И вопросов не было. Одно было. Вот сейчас возник вопрос, на каком основании у вас объекта посадят. Потому что фактически это одно здание. Заречник и степочек. Вы видите из объекта? Каким образом? Все, что туда один раз... Невозможно. Все, что раз попало, туда туда не уходит. И капиталить можно культурно. Нет, можно при полном его, как бы, потере. Но это надо заказывать. Историко-культурную экспертизу. Имени Трехиспетов. И они подтвердят, что да, этот памятник пропал. Как бы вы говорили, да? А вопрос о правособственности здесь... Как вообще расстроили? Вот эту часть, да. То есть все муниципальные... Не, муниципальные... Там несколько... Парочка комнат, наверное, сейчас. Да там уже нет и комнаты. И всех отсюда переселили. Нет, нет, нет. Куча, какой маневренный дали. Нет. Значит, маневренный дали. Это является муниципальным собственным. Значит, давали, как по муниципальным наймам. Никто здесь... Не приватизировано. Собственности не имеет. Вот в эту сторону. В ту сторону там имеют. Я... А вот в этой нет. В этой нет, которая консервирована, там нет. Нет, подождите. В целом по тому корпусу там есть собственность. Есть собственность. Три или четыре комнаты. Муниципальные. Реутизированы. Все реутизированы. А первый этаж кто, собственно? У них кто? Муниципалитет. На первом этаже. Первый вообще был не жилой. Не был жилой. Вообще, я не помню, все стоит. Вот эта часть попала. Он разделен все-таки на части, как два объекта? Ну, смотрите, он как бы разделен на понимание того, что вот сейчас стал вопрос в фонде капитального ремонта, на каком основании данная часть здания была дремонтирована. То есть вот у этих людей на капремонт не собирается? Нет, у этих собирается. Хотя понимание, что это один и один. Да, наконец-то я в отделе имущества уточнил в реестре, который мы на муниципальную службу исплатим за капремонт, вот эта часть идёт или идёт? Эти площади учитывать или не учитывать? Здесь как бы половина не жилые помещения, половина жилые помещения. Нет, дом по паспорту ВПИ единый. Нету 4А4. Значит, за них платят. Дом 4, единый. Значит, он в программе капремонт. Дом 4, единый. Значит, подготовьте всю информацию по фактически проживающим людям на втором этаже с полной раскладкой состава семей, прям по факту. А в выписке запрашивайте и с предложением по переселению во время. Мы уже начали эту работу. Это раз. Потому что комиссия была у нас буквально позавчера. Уже двое... Нет, один пока заявитель обратился. Мы уже им подобрали маневренный фонд. Уже постановление готовится. Значит, давайте. Весь расклад, таблицы, квартирографии и какие предложения. Светлана, помните себе, отдел архитектуры подготовить к портерографии с предложением по переселению во время и отселению. Первое. Второе. Отделу городскому хозяйству совместно с отделом архитектуры проработать вопрос включения, возможно, даже либо в рамках КЧС и так далее на 2018 год в программу капитального ремонта. Подготовить соответствующее обращение также министру культуры с полной раскладкой, с фотографиями и со всеми пирогами. Я думаю... Кстати, предложение еще поступило. У меня вопрос. А не финансируется ли это из других фондов? А почему бы нам не жилую часть? Нам, кстати, по статусу ему положено положено. Это Кровительский музей. То есть не делать его жилой. Он не был жилой. А, здесь общежитие. Но не был первые этажи. Да, общежитие было. То крыло пусть оно... Там у нас собственность есть у людей. Там капремонт выполнить. А эту часть, допустим, под Кровительский музей. Это раз. Может области даст какие-то... Может вообще рассмотреть вопрос... А программ культуры может деньги дать? Это в случае инвестиционного проекта с помещением первого этажа и финансирование капитального ремонта. Хотя, если мы вводим программу, здесь... Нет, часть капремонтов... Значит, есть экономическая целесообразность проведения капитального ремонта. Если она здесь... Экономики не будет, нам никто не даст сюда деньги потратить. Вот в чём-то. Тогда мы придётся идти под инвестиционного контракта или вообще отказываться от этого часа здания и выходить на правительство вообще от исключения из... Ну, я так сейчас фантазирую, возможно. Из культурного... Из культурного наследия и из... Нет, если его переводить в нежилое, его в принципе можно и продать. Как муниципальную... Можно и без ремонта. Можно и без ремонта. Но... С обременением, что он не выполнит ремонт в определённом сроке дороги. Ну, то есть есть несколько вариантов. Ещё раз. Если не будет экономической целесообразности, фонд капитального ремонта денег не даст. Вот в чём смысл. Ну... Фонд капитального ремонта и на памятник культурного наследия делят деньги. Вот я про что и говорю. Не разное ли здесь финансирование на культурное наследие? А с другой стороны МКД тоже может быть объектом культурного наследия. Может быть, это тоже МКД... А фонд капитального ремонта не разделяет, наверное. Не разделяет, если собирают. Понимаете? Если собирают. Если собирают. Надо будет уточнить. Да. Давайте уточним. Платит ли муниципалитет? Да. Если платит, тогда мы идём по этому пути, скорее всего. Здесь единственное, что вот это заключение фонд ещё раз делает оценку к нам целесообразности и вперёд. Почему бы нет? А вы готовите картерографию. Всё, тогда мне более-менее понятно. ОК? Всё. Про музей же давно говорили. ОК? СМЕХ ОК? 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 ОК, поднимем. ОК. ОК. Мы сейчас на завесном пути, где-то минут через 15-20. Продолжение следует. 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 Если это делать к ним, он и поправится, это делать к ним. Давай я отмечаю. Да, это замечательно, да? Павел Славович, все, в пандемии докладывайте, я решаю, нечего делать. Мы уже на комиссии признали. Я не сомневаюсь. Тогда все, что у нас... Предложите партия. Стараемся решить партия. Здравствуйте. Да, мы тогда убирали. Обали, да. Там, кстати, шпаны были. А это не обали. Это канал был. Это был электростанция. Здесь был канал. Канал, два вода вот сюда на турбину, нет, это канал, у меня больно, конечно, вот это канал, вот его там заложили, вот там, по-моему, там труба видна еще, сюда, слава, да, два на турбину. Вот это вот трещина, 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 вот это вот трещина А это надо всю кладку расшивать и расстанавливать. Да вот за это никто не хватит. Вопрос о налогах. У нас пол красноармейского таких предпринимателей. Вот этот славный мусор вот там в овраке. Когда контейнеры вот здесь стояли, тут славы. Здесь половина гаражей все не оформлены. А тут не один нет. Ну нет, правда ходила. Вот это лада, лада один, лада один. Давайте отсюда. Значит, вот эти жители, которые живут. Ваши тела, как видите. Как весна, осень. Здесь еще со стадиона. Там же все аспортивно. Сюда все течет. Вот ничего нельзя. Ливневку какую-то. Они замутаны залобами и частичными. Вот видите. Здесь гора, здесь не видно. Река. 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 Прямо дома затапливаются. Вот эти вот первые. Да. 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 Вот. У меня есть. Пока не было этого суток. Они нормально живут. Вода вся дренировала в песок. Конечно. Конечно. Заливает все. Александр Сергеевич, как думаете, какой выход здесь? Какой выход здесь? Какой выход здесь? Ну, можно отпадной лотоку уводить туда и смотреть его дальше? Ну, и тут вот и надо делать. Ну, можно отпадной лотоку здесь одной везде? Ну, тут кого обязывают его, делают? У меня есть разрешение на строительство частного гаража. Я говорю на забор зачем вы все планировали? Временно. У нас стоит. У нас готово. У меня есть разрешение на строительство. Я говорю, вы искуперите. Вот сейчас не готово. А, все на мать, а практически нет. Я говорю, аккуратно. Я говорю, аккуратно. Да. Честно. Ну, я честно понимаю, что у меня разрешение на реконструкцию. Стосов второго таза. Ну, отсюда, с самого поля, наверное, не попадает вода. Она вот отсюда. Оттуда-то. Да, отсюда. Вот. Здесь там перекладывается. Там тренаж есть. Она падает там. Вот там, короче, цель для ее сделать. Только для нее же не знаю. Я в микрородке, знаете, эти люди не знаю. Здесь вот еще он. Вот эти опасные. Неплавная проездка. Налекий нашего Семенова. Здравствуйте. 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 Ну, у меня никто не смеет. Ну, у меня, в пятницу никого нет. А я Вам сказал, что проблема была вот. Вот эта вот, заливая этот п tried. Да. Пятница никого нет. Я вчера-то бы сказала, но пока еще и кого нет. Ну, это еще мы седissä. Ну, это еще мы седями были. Ну, это вот, это, она же осталась на члене. Ну, это он. Ну, на что, в принципе, Это только потомство, это квартиры, а наши в частном доме, я вот сюда буду участвовать, все понятно. Эти домики строила фабрика, да, квартира. У меня 5 квартир, я живу от Луше 20. Мама, сейчас я просто на сессию обзорю, да? 28 метров, у нас половина дома, на двоих. Я помню, в конце 50-х годов вы начали, да, квартиру? В 58-м мы въехали, у Василюшкина родился. У меня братцы. А так тут, Женька, просто 17-е лет. Я сейчас... Вот, 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 самые такие. Вот у нас была объездная дорога, круговая, да? Вот вокруг поселка. Ну это мы ездили, там была груда, ну просто. Машину можно, теперь там настроили сзади дома, и все перекрыли. У нас вот объезда, как и стратегического, нет. Вот они вот доезжают, обратно, нет. А объездная была вокруг? Вот поселка. То они тупиковые все стали? Да, там вот подстроили завод. Нет, там полицию есть дорога. Нету там дорога, там теперь дома и забыли настоять. Мы сейчас пройдем, посмотрим. Не, а строили, разрешение на полицию, давали прямо на дорогу? Загадетным там привезли. Ну, привезли, а как они забирали, нас нету. Слободный участок, загадетный сглорок. Максим Владимирович, вы на том. Так, вот колодцы, да? Вот у нас как всегда, если делают, вот разворотили и все осталось. Это уже сколько лет? Это вот сколько лет. По всей улице. Расчистят, разломают. Вот хоть и вторую. За собой бы заделан, вот этот, постоянно. Вот сейчас дорога, что ли там прорвало? Мы с нее хоть на самку снизим. А Сергей, что скажешь? Ну, что я скажу? Здесь все такое дряхлое и дохлое. Тут давно надо было все перекладывать. Там еще вот такой же столицы. Или за счет муниципалитета, или за счет вот тарифа. Поднять тариф в два раза, и тогда вот... Нет, просто работы проводили. Работы проводили, за собой ничего не сделали. Это понятно. Здесь, я не знаю, муж колодец развалился. Вот они заделали. Потом они почистили. Они чистили номер. Это все разворотили. Вторая парковая. Вот это вторая парковая. Вот это клубная. Восстановительная. Это скола номер один, вот она. А это интернет. Для детей с ограниченной настройки. То есть, эта дорога тут тоже был вверх. Ее никогда не чистят. Вот эти прочистят, а эти еще чистят. Не всегда чистят. Чистят вот первые парки у нас ребята. Они нас занимают лично. И они вот так очищают сюда. А вот эти вот дороги нам никогда не чистят. Вот эти машины чистят. Пойдемте сюда, вот что. Здесь единственная детская. Ой, 100 лет. Да. Падают, падают. И я смотрю, ее не включили в добродел в этот план. Инвентаризация проходила, а ее нету в плане. Вот сейчас замерзнет, как будем. А ведь ходят детки у нас в интернат учиться. И все, и все сами. А вот эта дорожка. Мы просто не знаем, к какому управляющей компании мы относимся. У нас ничего не убирается. Нам не надо оболдануть не сами. А вот по центральной стратегической дороге они... Это дороги в институте. И слушайте их и учистить должны сразу. Мы никакой управляющей компании нет. Вот, мы не относимся. Не чистят, не убирают площадку. А вот посмотрите. Вот туда на дорожку можно? Вот эту дорожку уже второй год. Не убирают, не чистят. Посмотрите, вот как у нас территория там. Вообще я ее всегда с подкомплекса брал. Но они ее по весне, как субботник, почистят. Я к ним обозначалась. Я сама лично сколько раз летом собирала. У нас вот в Зировце ставят мусор. Потому что у нас два раза в неделю мусор приходит. Вот посмотрите. И это по всей дорожке до школы. Вот такой мусор. И у нас вот ее не просят вот здесь. И вот там подальше уже деревья выросли. Мы их обламывали, хотя бы там столик будет не важно. О, Миша. А вот эти вот, это мы просто встали, встали. Да сами крепили, да? Я говорил уже весной и после выборов. Говорил, здесь несколько случаев было. Встали сто лет. А если ребенок снять? Ну это смерть. А не аварит. Смерть. И во-первых, здесь приходят с других районов. И с ребятишками здесь сидят. С маленькими на колясках. Поэтому такой мусор от этого тоже образуется. Да. И вот, а то поставили нам щит, конечно. А кто убирает это все? Кто-то следит за этой площадкой. А летом здесь, конечно... Ребятишки сами убирают часто. Да, они ее таскают, ребятишки. Повести они сами убирают. Вместо нахождения площадки. Да. Это опасное для нахождения здесь. Ужасно. Ее вообще убирать отсюда. Как это убирать? Вот так нагло, когда он пойдет ребенка, вон сучок валяется. Ну нет, это везде надо убирать. А там у нас... Под деревьями. На очкалов. Вы слышите меня? Под деревьями. Площадки не располагаются. Запрещено это категорически. Вот по такими вот. Все здесь сидят, видите? За сто лет. Вот они уже убрали. Лавочки, перелавочки. Вот столик придумали. Это очень скорая помощь. Лето здесь очень хорошо. Площадки делаются? Да, они все улицы. А там понасправили. Площадки делаются на свободных. Площадки делаются на свободных. Площадки делаются на свободных. У нас нет таких свободных, нигде. Знаете, архитектура, проанализировать ситуацию, которая сложилась здесь с проездами, и выявить причину, что произошло. Либо незаконное санкционированное строительство, либо самовольный захват земель. Что произошло, вследствие чего перестал действовать какой-то объезд. Разворот объезд. Разворот. Ну, там на краю для многодетных дали участки. Да, да, да. Многодетные. Ну, еще раз, вы это выясните на карте, покажите, что случилось. Многодетные. То есть, после того, как дали участки... Ну, а зачем вам дальше? Давайте на конце организовать разворотные площадки, и все. Как понять? У нас вообще-то круговая была. Вот, подождите, вы с этой улицей поедете на другую. А вот те будут жаловаться. А чего по нашей улице ездить? Нет. Когда это наша улица? У нас всю жизнь она была. У нас вот заезжать, потому что не задом сдавать или разъезжать. Значит, на каждой улице разворот надо делать, а там дома поставили. Нет, на конце тупика улиц идет разворотная площадка. Ну, вы видели, а там должен, а там какой там здесь? Посмотрим. На одной улице? А у нас есть четыре улиц. Да, там всю жизнь была дорога, потому что будут проложены дологи, мы инфернации, и вот так вот. Да, извините, там, когда многодетным изыскали там резервы, дали, а они эти участки уже в притык к лесному участку, у Федерального лесного фронта. Ну, и начались, правильно, значит, надо было у них отнять. Ну, вот так и решили, что там многодетным предоставить. Не знаю, как вот у нас. У нас здесь не скоро. Ничего, они говорят, а что мы к вам? Вот особенность занесут, не почистили. Они туда не едут. Она вот там здесь останется пешком, ой, туда. Тогда разворотная надо в любом случае, в конце, хотя бы для техники. А если пожарка, куда она денется? А если пожарка, вот на краю, куда она поет? Задом. Вот. А дороги узкие. Вот, правдите сами, вот по кругу, и там как раз можно выйти на душе. Дороги, конечно, были, наверное, пошире, пока люди сами не прихватили территорию. Да, у нас была дорога, мы, я же, мы родились, она грунтовая. Нет, кажется, не было. Постоянно люди прихватывали. Что, нет? Нет, не пристроили на дорогу, они за дорогу-то не выходили. Никогда они за дорогу не выходили. Вот эти все заборы выдвигали 40 дорог. Нет, это что ли? Нет, это на эту лючок. Ну а вы, ты что? Я родилась и вы. У меня карты, у меня есть карты старые, 60-х годов. У меня даже 2 метра нету, а у нас вообще по-моему, на 3-5 метров. Все потихоньку выдвигали заборы. Да, ну эта улица не выдвигалась. Куда выдвигаться-то, в парк, что ли? Вы уже начинаете от себя на нас выкрутить, а от себя. Они могут настроиться, но эта улица не выдвигалась. Видите, заборы так и стоят. У них от дома, даже 2 метров там, наверное, нет. Положено даже до 5 метров при домовой территории. Почему мне говорят 2 метров? Заборы там нет. Ну нет, ну видите, вот дом стоит. Ну вы что, у нас тут лес, там? Пойдем вы, там. Сосно, что ли, с ним? Пойдемте, айвать же месяц. У него идут заборы. Да, мы правильно. На него выступает другой забор. Ведь все потихоньку свои заборы вылазали, они сузили проезжую часть. В течение многих лет, да, в течение 20 лет, многих лет, все вылазили заборами. У них как есть забор, как у них. У них как есть, а у этих на полу метра выступает в эту сторону, да? А как они с этим пришли? У тех выступает забор? Выступает. Когда дома есть строя, еще и заборы нет. Вот такие штакетики. А что, вы говорите, я здесь родилась. А вы мне еще говорите. Ну у нас всегда были деревянные заборы, штакетики. Вообще, забор-то незаконный, по сути дела. Получилось все. Здесь был два раза, или сейчас... Ну не два. У нас все время незаконное. Это сейчас законы такие сделали нам. Чтобы мы теперь и закрывали, и запечатывали, и все делали. У нас раньше и не было. Стояли лавочки у каждого дома. И машины не ездили. А сейчас, извините, жизнь-то другая совсем. В каждом доме по две, по три машины не ездили. В большей части приоритизировали. Куда же деваться-то? В том числе, земля приоритизировала. Все тут они, как они, куда они не делаются. Все равно они никуда и не уделены на одном месте. Тут лес стоит, деревья. Куда они приезжают? Никуда никто не прибавил. Как она могла оказаться здесь? А вот она не знает, кто это, чье ставит. Здравствуйте. Здравствуйте. Это не знаю, чье. Чье это? А? Это вот это, чье. Лобана. А не надо меня спросить. А, ломал. Ну, ну, это не закон. Конечно, это не закон. Нет, ну, а делаем мы с отношения уже до нас было. Ключение выяснить все незаконные объекты. Бульдозером что-то с насилием? Вместе с тем, что нам есть. Значит, по листим объявлений, в офисе не отличный месяц. Нет, я понимаю, что перестали с нами. Ладно, там, что-то случается. Ну, вот это уже никак. А это вот не знаю. А это выясняется. А что выясняете? Вы прекрасно знаете, чье это город. Вы сядете, вы скажите. Я здесь вот, Лобан. Позвоните дома они или нет. Позвоните, узнавайте. Я вообще... Никто не знает, чье это город. Почему? А я вам сказала уже. Вы меня спросили, я вам сказала. Я думаю, это вот еще мунинг там строят. Не, не, не. У них только мунинг там строят. А было, они шутки. А, они тут по-моему пролезут. А это классно. Вот хозяин. А, Женя, это надо. Привет. 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 Это земля в лесном фоне, вытащите его, поставьте его, его сносите вам, иди медленно. Вот там, на территории, у вас не нужно оборачивать, а у вас не надо. У тебя есть все правила, они все оставили. Перед административной инспекцией управляющей у нас выносило предписание и вас доказано. Максим Иванович, ходить не надо, народ увидел, сейчас они все скажут с вами. Машины, понимаете, такие общие, объездная дорога обязательно, возъезд. Или разворотная штука. Разворот, конечно, он был всю жизнь, а вот дали многодетным, все тут. Там есть, там только крейдером проехать и разворачивать. Там можно проехать, но не нормально. Там даже можно асфальтной крошкой отсыпать это все. Там просто сделать. Конечно, это не такие уж прям проблемы, деньги какие. Здравствуйте всем. Машины там очень у нас есть. Там поставили, как это, не милицейский, один бы там поставили. Да где, где, где есть? А вот заходили. От стадиона, милицейский. Там на улицу поворачивали. Ну вот мы сейчас шли на улицу. Потому что ребятишки там у нас летом очень много. И на велосипедах. Сколько было уже таких случаев, что там вот тормозят. А это только до случая же это только. Эти таксисты у нас ездят, они без конца. А так они гоняют, но и не успевают. Они в другой раз ребятишки не успевают. Ну на входе, да, можно на входе. Ну и на второй дороге, на въездах. На въездах главной дороги. Ведь едешь по деревне, везде вот эти. Да, садежки небольшие вот такие. Поворота не видно? Крупный пустарник. Обязательно там. Мы тогда говорили насчет этого. У меня целая папка была. Михаил Михайлович, сейчас еще по дороге походим. До 10 декабря. До 10 декабря. А вот до 6. У нас все эти декабря. Мы можем запросить. Мы говорили, а мы сейчас будем готовить. Мы готовим запросы. Мы готовим запросы на него. Ак-школы, ак-школы, ак-школы. Ак-школы, ак-школы, ак-школы. Там это шоссе-дорога, там они невозможно ходить. Раньше, раньше школьник. Нет, а обед-те куда? А мне сжечь сомнение мне. У меня два дома. Вот одна выйдет, будет ругаться, вторая выйдет, будет ругаться. Там и все выйдет. Там уже третий. Это вообще будет орд. У нас не розово такие скидки гуляем. Мы ничего не делаем. Это нельзя. И то. Нельзя. Если бы был бы, с одной стороны, заработчик, тротуар, можно было ходить, хотя бы не мешая машина. А то они будут посолить. Проблема. Я ее включу с поляна. Вот тоже. Это самое, Михаил. Там самое главное, как бы больной вопрос. Образовательные учреждения. Вау водопроводок к школе. Там было право. Да. Александр Сергеевич, это вот вам вопрос можно? Он сказал. Да? Тут трубы гнилые просто. Слышите. Друзья, пятьдесят. Нет, уже нет. Вот смотрите. А теперь вы мне скажите. Вот придет компания. Да? Мы хотим проложить водопроводок. У вас колодцы уже. Вот все заборы понаставили. Они сейчас начнут копать. У вас все заборы уйдут. Вы подойдете. Под забор. Нет. Вы его построили. Вот вы говорите. Глеб надо поменять водопроводок. Не. Не надо водопроводок. Манистральный. Вам добро сказать. Да. Проманистральный. Ни один кран. А как они будут ставить? Я. 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 А. Ни один кран не работает. Вот чтобы в доме поменять что-то. Вот не надо. Перекрыть вот водопровод. В дом. А вот смотрите. У нас забор стоит. Соответственно. Врачи. Обращались. Обращались. Что с деревним участком. Идите. Если они вам на собственность поставили. Это одна история. Если они поставили на муниципальную землю. Вы забор вынесли. Это другая история. Это вопрос. Что здесь делает забор. А ничего здесь делает стол. Надо развераться. Еще раз. Это вы говорите. Это надо развераться. Здесь в конкретном индивидуальном случае. У нас обслуживает конкретно. Кому обратиться. У меня потек вод в квартире. Я пошла сюда. Вот. Вот квартира. Вода. Вода. США. Я пошла на prejudесь. Я пошла на accreditation. Пять человек прописано на 100%. outer doorla. Мне спрашивали какой тыщет кабинета? Я без счетчиков, а два исчета четырления. Ищите сантехника, не будьте, ну вы дайте мне адрес, телефон, как я могу. Вы частный сектор, иди в доме или в колодце. До колодца это ресурсно-норожающая организация. Еще раз, это вы делаете, да. До колодца ресурсно-норожающая организация. А я кому должна обратиться? Конкретно. Я же вас забыти на улицу. Ищу сантехнику, ищу сантехнику. Ну как это так? У вас есть компания? А мы вообще, мы оплатим за воду, за отлады. Все? ЕДЕЗИ все платят на второй этап. Вы тому платите? Единый центр. Вы за содержание технического обслуживания, а вы платите? А там вода, вода, там вода, сантехника, мусор, все это вместе. В одной квитанции мы платим. Есть административный надзор, вот ставите вот вещи, которые имеют кресло. Даша, есть... Она сейчас купит на компанию. Вы новые пришли, новая компания. Вы платили в отпуске. Да. А сейчас новая? А кто-то имеет право налаживать штрафные санкции на то, что вы платите? Продолжайте платить, по-моему, 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 по-моему. Что-то не аж трассуют, а надеюсь, ничего не будет. Продолжайте. Сейчас я вам приезжаю. Да главное, ко мне будет обращаться. Главное, оплатить. Все, это главное. Это все. Там на квитанции все написано, кому оплатите. Вы платите в единый расчетный центр. Это агент по сбору денежных средств. Вы ему платите. Это агент, который собирает денежные средства. Он их распределяет. Поставщикам. А кому нам обращаться в таком случае? Посмотрите, на обратной стороне все телефоны должны быть. Распределяет. Они есть свободу. Все ресурсосно-обжающих организаций. Упские. Это требованиях идейного платежного тропа. За мусор и вон, а это упские. Ну, вообще, я ничего не делала. Иди, ищи. В городе сама сантехника. Бабка будет ходить искать. Поставить. Ищу сантехника стоять. Ну так, что ли, получается? Почему? Почему вы так... Ну, дайте адрес, дайте телефон. Я платю. Я звоню. Я звоню. Ну, чтобы ко мне сейчас пришли. Я могла пилу. Конечно. Да оставили без изменений. Вот здесь сидят они, у Комаровой, в подвале. Нет, правильно, у Росоединенный расчетный центр, а туда просто сходят. А обслуживают нас мупские и икон. У вас не обслуживает ни мупские, ни икон. Вам предоставляют услуги в помню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вектор. У них есть сантехники, они вам за деньги... У меня есть... У меня пошли деньги, ищем сантехники. Ну это не дело, мы же деньги платим. А почему никто не платит? Вы платите за водоснабжение и водоотведение, больше вы ни за что не платите. Вы из обслуживания сети никому не платите, поэтому там время на вас. Я плачу за всю квартиру и 4... Я согласна, нанимайте. Так где его конкретно нанимать? Куда я должна прийти, чтобы его нанять? Слушайте, ну вы можете спросить у соседей, где они берут сантехники. Вот так вот что? Вот так вот что? Ну когда такси... Постоянно прорывают трубы. Вы к кому идёте? Постоянно. Но я васи никому не говори. Я ещё вам примет привожу. Вот была компания, они украли... Обратите его в механизм, надо же подскажут. Ну он нам учитывал. Я при том, что так... Подойдите в администрацию, в этот городской хозяйство. Я вам даду кучу контактов. А где это городское хозяйство? Нас вернуло... Местами мы поменяли, поеду, где можно было. Мы протягивали все эти старые тромбы. Мы дистраем вас. Подписывайтесь на антиленную. Чтоб хоть ведранцы работали. А если вы не сможете на сантехники? Они о нём должны работать. Есть управляющие компании в Борде. Есть другие организации, которые такие украли. У меня тут вообще воды не было. Я хотела попросить. Вот у нас от нашего посёлка до дорожки, да, никогда у нас не посыпаются и не чистятся. У нас вообще-то вроде-то поделки не чистятся. Городские власти... Да, не обкашивают. Мусор вообще... Да, мусор вот на детской площадке. У нас в детской площадке. У нас врачи всякую дорогу к интернату. И вот до этого, до этих квартир, всё. Остальное посёлок уже вообще. Просто. Ни ребёнку не пройти на санк. Вообще ничего. Вот у нас уже 70 лет, всё. И вы знаете... Сложились, бросились, и они сделали. Хорошо есть там. Не водопроводник. Может быть так, как у нас участие людей в собственности дома? Может быть поменять систему? А здесь дома всего 5 часов. Коло и колодцев до дома. Это... Магистральный провод делать... Магистральный провод... А теперь мы уже сейчас... И может быть она как-то поставит себе на капитальный ремонт Мы заложили бы бюджет, деньги там, для того, чтобы нам это все это поменять. Я бы на вашем месте раньше попросил, и потребовал бы поставить полу капитального ремонта, замену вам их стране. И еще вот вопрос. Сегодня у нас возникла такая трудность. Отключили свет, воду, и не знаем, куда чего звонить. Вот вы говорили, контактные телефоны, я звонила в администрацию сегодня, 2219, 580, 530, да, никто даже трубку не брал. У нас что теперь, диспетчера нету по городу? Есть диспетчер, где можно обратиться? Ну, через 112 можно дозвонить. Да, не больше ничего. Как вот нам с этим вопросом? У нас вот, например, от электроэнергии работает АГВ, свет отопление, свет выключается и выключается отопление моментально. И мы остаемся... Ну, я хочу сказать, что когда вы звоните 112, то подойдите... Я хороший. Вы садили все, реконструкцию всех объектов сделали. Это одна идея, почему 112? Мало того, что все звонки там фиксируются, записываются, а они... В 90-е годы, вы вспомните, верните свою назад. Я вернулся, я сейчас тебе даю нам, я помню, как тебе было. Ну, мне надо у себя держать телефон, там, по воде, по газу, блядь, что... Звоните 112, сообщайте о проблеме, и они дальше передают кому-то. А это отключили, не если вот загрузился. Ну, наверное... Это, наверное... Нет, поэтому, отключили. Кто? Это только не сделали. Там сейчас дали. А, дали, вы знаете? Ну, сейчас вот дали, вот только что дали. Чтобы там какие-то работы проводить не обязательно. Да. Знали, у меня на кухне-то валялся. Это дома, когда соображение Покладского... Опять же мы? На такой горный. Да, да, да. Вам? А, мне роддома, блин, нет. То есть, ты что? Верно, не трогай. Вот вы грязни, нет. 27 было давным-давно. Сейчас уже больше. Сколько принорежало? Я говорю, 26,6. Ну, что вы говорите? Ну, что ж... 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 Это... Давай, верь, верь. Отключаем... Это вообще... Это... Это... Значит, вызывайте... Прислали, прислали вот это вот. Вызывайте... Вызывайте... Они полежали, отключили. Все пойдут, Татьяна. Вот, посмотрите, какая система вся запущенная. Даже вот этот центральный... Он в воде. Что вы на помощи делаете? Если видите, что у вас проблемы... Вызывайте параллельно... Это... 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 Червяки, чтобы... У вас идет парк, вот колоссы... Долго. Это ваш... Вызывайте... У них разогранили... У них разогранили... У нас есть граница... С границей... Немножко... У нас, как... Чуть... Такая проблема... Все, что в колоссе происходит... Это они обязаны... Все, что в колоссе происходит... Да... Угробление... Ну, вы знаете... Я же ходила... Они как-то... Подойду... Они говорят... Платите деньги... Мы вам будем делать... Да, вот хорошо... Спасибо... Нам сделали... Понимаете? Еще один вопрос... У нас не просматриваются... Вот там... По Краснодарской... Дороге... Там... Кустарников... Вот так вот... Все... Обрезать... И у нас... Вот здесь... Все обрезано... То есть они не просматривают... Дороги... Вот центральные... Поворот... Вот эти... Я... Я... Раньше... Раньше школьники приходили... Летом обрезали... Да... Сейчас... Это режим достаточно... Вообще так... Специфический... Да... Если в квартире... Нам есть доме... Управляющая компания... Знаешь... Кто там хозяин... В доме... Вас немножко... Здесь хозяева реально... Мы отвечаем за дороги... И за ресурсы... За магистральные... Труброводы... Все... Начиная... От колодцев... Водных... На точек... Зона ответственности... Ваша... Это... Чтоб понимали... И отвечать за это... У нас частные дома... Не все... У нас... А у нас здесь... Квартиры были... У нас просто были... Мы были все время... Муниципальные... Мы же от фабрики были... У нас квартиры... Да... Мы приватизировали... Даже как квартиры... Не то... У нас еще полпоселка... У нас здесь... У нас тоже... Славрох выделяла... Жулист... Они... А... Присядные... У нас complexion... На столе... У нас одна... Учен... Либо еще... Чтоб... Вы можете себе нанять как собственники управляющей компанией, я вам хочу сказать. Вы имеете на это право. Найдите организатор. Протокол собрания тем более тремя квартирами делается элементарно. И платите им деньги, задерживайте, включите ремонт согласно площади квартиры. И они вам будут предоставить электрика, сантехника. Вы можете это сделать? У нас уже 11 или 12 лет, жилищный фодекс позволяет так? Я поняла. Дело в том, что у нас не все дома и квартиры приватизированы. Вот у него, например, это приватизировано, это нет. Это приватизировано, это нет. Понимаете? Это в собственности, это как бы еще государственно. Поэтому у нас такие вопросы. Много вопросов, которые... Самый главный вопрос у меня. С какого? Здесь этот поселок перевели в частный сектор. Я не спал. Я не спал, я разговаривал. Давайте так. Этот вопрос надо будет подробно обсуждать уже со специалистами. Я говорю, у нас даже вот украсть, не кому обратиться. Не в Канаду убираемся. На детских площадках вот... Потому что на детских площадках вы сами братьте, это наше, да, это не работа, то мы там даже убираемся. Что касается... Подождите, дайте мы с темы на тему не перекрыть еще раз. Что касается обслуживания домов, обращайтесь в отдел городского хозяйства с инициативой всего правоуправляющей компании, там, где муниципальное жилье, мы с вами голосами поддерживаем. Вы хотите с инициативой, но будете платить тогда полноценным тарифам соответственно. Да мы сами все делаем, конечно. Еще раз говорю, если вы делаете сами и хотите продолжать делать все сами, делайте сами. Если вы не хотите... Нам главное вот такой водопровод канализации. Еще раз говорю, водопровод канализации центральной магистральной сети обслуживает ресурсно-набжающие организации. Обслуживает ресурсно-набжающие организации. Разбирайте, разбирайте. Приходите, разбирайте. Хорошо. Что-то мы сделаем. Ладно. Как мы соберем собрание, решим как? Вы берете. Конечно. Собрание... Вы сначала на собрание сформулируете задачу. Сформулировать, да. Что нам необходимо. Просто так собраться и... Вы сформулируете, что вы хотите. Вы хотите платить за обслуживание дома, чтобы у вас были какие-то там... Ремонтники приходили в свое время. Это одна история. Если вы хотите, чтобы у вас качественно там... Просто центральное было и вы дальше сами это будете обслуживать. Это другая история. Дороги мы чистить должны. Детская площадка мы должны обжирать. У нас первые парковые вообще никогда не чистятся. У нас здесь не может проехать. У нас не все чистят. Все. Спасибо большое за встречу и надеюсь еще раз увидимся. Мне нужно наблюдать. А мы там же видели? Мы там же видели? Видел? Видел? А что ты здесь делаешь? Ее лап есть в ее суд. Потому что, мы смотрели на сайте правительства. Вот здесь пишут программу. Наши поселки для доза Субку никогда нет. Нету! Добродел. Но нету добродел. Все нету. Наши вообще улицы. И вот так мы видим, какая она есть. Здесь деревья, здесь... Она была очень хорошая. Еще раз. Послушайте, хорошая это понятие субъективное. Хорошая площадка это понятие субъективное. Есть требования к площадке, к которой она отвечает, или не отвечает. А где вот нам здесь? У нас тоже детей, а у нас могут привозить. А мы-то где-то должны... И падают. Мы говорим, вот этот самый бед, потому что у нас... Спорткомплекс у нас отобрал много вот. Вы же здесь были. Вот смотрите, они правят. Отобрали на полигоне, делают площадки детские. В этой части ни одной площадки не делают. На фабрике делают полно площадки. Ну мы едем туда гулять. Я хочу на столе. Вот, вся комплексная вот только что. Но опять же, это не та площадка, которую делают в южной части полношек. Это большая разница. Большая разница. В южной части делаем. Но послушайте, 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 в 17-м году жизнь не заканчивается. И в 18-м тоже. Понятно. Сделали в этом году в северной части. Сделаем в следующем году в северной и в южной части. И в южной части мы не заканчиваем. Слушайте, послушайте, послушайте. Мы такое ощущение, что после Нового года жизнь заканчивается и все останавливается. Здесь ничего не посыпается. Нет, это просто исторически сложно. Не ищите в этом какого-то смысла. Мы делаем это, потому что есть такая возможность. Почему вы говорите, мы выбрали вот это, мы в Камынии. Мы уже были, вот и знали, что по этой, и с Мошлица, вот здесь вот. Но когда остались в этот кубик, у нас это все отняли. И у нас нет. И они нам предложили вот такую же место поставить. Три с половиной гектара отдали бесплатно. Что предлагаете, обратно надо собрать? Нет, вот нам открытку, тут надо ее сделать нормально. Он жилет там, он же и был тут стадион. И раньше был. Стадион-то был, но этого забора не было. Вот здесь песочница стоять была. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Не, ну в 2005 году надо построить. А, там высокий деревер, который будет. Послушайте. хорошая игровая форма это еще не значит, что игровая площадка сделана правильно она сделана абсолютно неправильной и в таком она месте существовать в принципе не может поэтому если мы понимаем что другого места нет, значит мы будем переводить это место в соответствии с требованиями для детских игровых площадок окей? не забудьте пожалуйста от актуарчиков школы для перехода пусть мы гравин засыпали пусть мы гравин засыпали а то идешь чем-то я вам гарантирую, что там в ЗВК не будет что-то все будет они приподняты, там щель кабель ходит вон он щит стоит, там он все заросло они вообще сами-то в территории должно нас сыпать в том числе покажите и куются и серенькие в этом лежат кролики и медвежата и зайчата Нет, это Московское участковое лесничество. Ну, не наши, это не грабцейн. Кстати, это земля, Федеральный лесной фонд. Краница красного. Ложите, пожалуйста. Аккуратно, аккуратно. Все оправлял в том, что им надо опубликизировать землю. Здесь, как помните, он будет земля лесной фонд. Сейчас какая-то вот, якобы, лесная амнистия. Лесная амнистия наложается. И вот в рамках лесной амнистии, наверное, надо им... Что им нужно сделать? Есть, что-то, я говорю, это заявление. Надо написать. Лесничество. У меня есть предложение. Пригласит коин специалиста. Тот, кто ближе к решению этого вопроса. Собрать собственников земельного участка. Мы же в администрации. И он нам расскажет, что нужно делать пошагово. Туда, 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 туда. Написать такое-такое заявление. Вот форма. Ну, наверное, самые большие вот у них, видите, это электричество. Потому что у них... Ну, по земле вопрос. Да. Потом вот эта вот дорога, которую город, говорят, вот к нам не относится. Они не учат. Хотя, как говорят, зимой их очищать. Ну, сюда, или пацан. Да. Здесь вам трактора. А, эти трактора частные, это не получат за помощь? Нет. Час? Нет, ну, не в порядке уехать. Часные, да? Мне нужна к допроску, асфальт. А, это не спит. Без дорога, вот это и... Здрасте. 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 Это наш мэр, Максим Владимирович Копловский. Здрасте. Приехал, подъезжает участки. У Каймова какие проблемы. В мирный раз в жизни для хищи этого мэр приехал. Я здесь в школе реферат писал про лесничество. А, вы молодец. Ну, он тогда еще мэр не был. Ну, тогда еще да. Юль, ну, надо вот как бы обозначить. Обозначим, обозначим, обозначим. Хоть там обозначить ручку. Не знаю. А чем, по-ручитель. Так что, вот так вот, первать штабные задачи. И еще, чтобы земли, а? Как ветерок, как все на ресуре. Сегодня опять про это межевание говорили. Так, видите, у нас посарайщики и все емпанские какие-то такие. А мы сейчас мимо столбов валяются. Да, мы их хотели, знаете что, их тут бетоны эти в столбе есть. Хотели менять здесь валют. Да, никто не хотел, а они где-то валялись в лепешках. А тут сейчас здесь, знаешь сколько, вы взяли оттуда. Слана, помните себе, подготовить обращение, там за моей подписью, собственникам сетей. Это, понимаете, так северные сети? Северные, мы были с Никитиной здесь. Да, подготовить обращение с требованием заменить аварийные опоры. А лучше вообще произвести модернизацию, там реконструкцию, там ремонт всех сетей на поселок. Поскольку это, я так понимаю, здесь провода-то неизолированные, да, Александр Сергеевич? Вообще линию надо менять, чтобы настроение не было. Она, чтобы аварийно изолирована была, она неизолирована. Так провод упал, и все. По белотокам, это было дело. Закричали, говорили, не подходите, убегайте, убегайте. Тогда уж. Слана, но только письмо не вот там какому-то филиалу, а прям главной всей этой истории. Ну вот здесь вот, в общем-то, такие проблемы с землей, со светом, и с расчисткой дороги. И с указанием, чтобы нам потом в ответ отправили сроки проведения работы. И включили в план. Хорошо, бы, да, помогли бы, ну уж дороги ладцы, дороги тут у нас разбивают, тут же, я не знаю, что ли. Лесовозы ездят какие-то? Тут не то, что лесовозы, тут столько самосвала, убурило. А что здесь вообще происходит? Ничего. Какие движения? Нет, я смотрю, спецтехника стоит, а нет? Там, это никто не знает. Здесь никаких производств, выделывают, заделывают, там нет? Другой, это частники это. Ну, как-то нет. Ну, они, наверное, какие-то проводят работы, машинские. Они ездят везде. Ну, наверное, самосвала. Здесь немного приутизируют. Бывшие, наверное. А, вот, да, в лесу опираются. Вот эту дорогу, вот эту вот дорогу. Мы делали сами, вот мой дед, он перевалит. Местная борьба. И вот он бульдозер брал. Тут только на велосипеде можно было проходить. Ну, не скорый, ничего. И вот он насыпал вот эту вот, проезжал. Вот это вот он сам все насыпал. Бесплатно, без ничего. Он такой молодой был, еще рабочий. Вот он бульдозеры сделал и сам все делал. А потом, видишь, что-то уже новые, новые. Тут уже грузины живут. Так, Александр Сергеевич, что-то надыбал, что сказали. А вот чьи там особняки построены? Гань. Да. Вот сходите, посмотрите. Уже посмотрел, там таких два особняка. Ну, я была там, я просила, вот у них я просила помощи. Мне нужен был прицеп. Вот это прицеп, где-то парад. Да? Ну, сходи, посмотри, там на этот барак. Сходите, сходи. Я б сам туда поселился бы. А знаешь, Михаил Михаил, что-то, это Тетенков из 13-го дома в Морозовке. Ну, а тут прописали. Нет, здесь были Тетенков, 13-го. Здесь были Тетенков, знакомые. Двух квартирные. Вот он там, я к нему обращалась. Да, вот он там. Никако участвовалось, помню, здесь не было. А был санаторий, он сейчас звонил, говорят, ничего не было. Здесь заключена была юридическая коллектива. Ну, в общем, получается, что приватизированы дома, а земля невозможно была выведена из фонда. Поэтому я уже ездил в госдес фонда, еще что-то. Это неправильный юридический подход изначально. Чтобы его как-то вывести, это практически невозможно. Потому что здесь вступает противоречие с лесным фондом. Вот и все. Ну, сначала с установкой того, что это лесной фонд, а потом уже сами... Я пока не знаю. Потому что, понимаете, тут еще как пустая же миссия, которая... Нет, она не распространяется по одной глупой причине. Когда я был в лесном фонде, управленном лесном фондом Московской области, к сожалению, здесь правдится для сходств техникум. И они вот это вот, в отличие от остальных лесничеств Московской области, они эту землю как бы арендуют или как-то взяли. Они занимаются на ней дополнительной учебной и образовательной какой-то деятельностью, понимаете, да? И, исходя из этого, эти земли, они еще раз там... Еще раз особые условия. Особые условия, понимаете? Здесь очень сложно что-то сделать. Хотя бы на аргентских во всех них никакой здесь образовательной деятельности и не занимаются. Давным-давно. Это было когда-то? Ну, а теперь мы никому не нужны. Ну, мы просто уже последние. Никому не нужны. Вот, слава богу, мы жили, все будем бежать. Я не стою, как... Ну, вот, украшу, как бы, обратиться и не хоть по дороге. Обращайтесь. Вот, Наталья Вячеславовна, у вас депутат очень активная. И к нам обращайтесь, если я... А там, прям, что мне обращайтесь. Вот, вы ходите эти машины, так? Да ты что? А у вас? Я на 4-ю снижена. Ну, пойдем, вот там, по-моему, сейчас я интеграцию. В с той стороны, там, там, зайдите. Да, не было, видимо, там, что их куда-нибудь там. А вон они, вон, наши... А-а-а. Ну да. Ведь как-то землю им дали, да? Да, чуть дал. Я вот, ну, ходим поближе, да? Мне, я Наташа сказала, поглядите, а это люди оценивают. В последний раз сюда приходили вот эти вот товарищи, якобы от губернатора, якобы от жителей, проводили опрос по поводу всего и вся. Вот эти вопросы, что не чистится дорога, что проблемы со всем, включая экологию, это они оставили на всякий случай, если вдруг. Ну, конечно, тут немножко, ну, нужно помочь, а? Ну, всего-то, ничего. И вот они есть любимые оконы, окна дрожат. А вот это что за дом такой большой? Это тоже жилой дом. Там тоже все жилые дома. Они теперь уже сами. И четыре семьи там. Четыре. Там несколько семей живут. Да. Ну, вообще-то он на четыре семьи, а теперь в одном доме там три семьи. И тут четыре. Там много. Писали мне. Писали на что-то. Писали. 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 Сказали там у лесной техники. Где там, я не знаю, собирали подписи. Сказали, ну, будет у вас там сколько? Вот лесник приезжал оттуда и говорит, ну, у нас вот лесничество каком-то. Разрешили газ им. Ну, газ здесь нереально. Я сразу говорила вам. Нереально. Вот туда ничего не потянет. Да. Да что, тут 200 метров. Нет, потом смотрите, к каждому дому газ же подводится, надо людей собрать. Вам подведут его по границе, а что туда, там, 300-400 тысяч нужных дом брать. Каждый сам все найдет. Бедных и сейчас нету. И вы не думаете, старики-то себе наотложили. Не так, что ли? Так. А дрова вот сейчас, дрова рубить нельзя. Ну, уже все повырубили. Балежина была, мы таскали. И вот на санках, кто как, ругаются. Если стоит сухарка, не бери. А если лежит, она уже гнилая. А топим, ну, и бани мыться-то надо идти. Дома надо топить. Немножко не потопишь уже, вон, люди... А получается, лесничество вам не разрешает стоящие... А где здесь 200 метров газ? А вот он, ну, Наташа, ты тут другом. А тут вот она, в это... Ну, вы жизни нечего. Ну, тут вот сейчас уже будут проводить, так-то вот. Вот, в эти, дома-то эти уже дрова. Которые мы донят нам, они будут газ, но здесь... А тут, конечно, конечно. Это не комфинируем. Лучше запретить все. Ну, это 47-го он, вроде, оттопил, лесбор. И вот, кто где? То мы угля привезли. Мы это, мы это, то-то. Ну, отопиться-то людям надо. Во всех детях, во всех полюб. Нет, нет, просто, ты же... Каждый дырю, куда чё ты, все... А тут, как начали? Конечно, тут... Я сейчас уже получен, да, чтобы Богу разберется, как, чем вам можно помочь. А, сейчас звали. Да, вот, заради бога. Вроде бы, везде разрешили, а вот у нас этот лесхозтехника, вроде бы, как. Ну, что, лесхозтехника, бог, что ли? Интересно. Пусть отдадут в город или куда-нибудь. То, как-то надо выходить из полотеней. Тут уже 100 человек живут. Чё, чё, чё? Пусть уж они там, каждый настроил, там живёт. Никто не говорит, что надо им помогать. Живём там или что. Ну, вот, вот это вот. Вот, да, вот. Главное, у кого там у нас ещё детушек плохой, ну, у нас как-то рукой. Пойдёт, перестащит там гнилушку. А тут уже гнилушек-то нету. А новый нельзя рубить. Вы понимаете? Ну, нельзя. Он сам лесхозтехник работает, и он сам никогда не срубит зелёными берёзы. Так, ну, всё. Потаня, что там, ну, мы... Я бы поеду, сейчас поеду, посмотрю. Я заберу. Нет, значит, что вот у нас не в себе, я не рапею. Пошли, я не в каунду, чтобы... Вех, колонна. Там баня тут сидит, и я кричу, ау, а баня? Ну, знаешь, уже он мне сразу там есть. Ну, проверём туалет. Какой там? Я тебя заберёй. А если зайдёт? Всё, ладно. Ну, давай, я стараюсь. На работе. Нормально?